Букеты должны быть не только красивыми, но и безопасными. В преддверии Международного женского дня специалисты Россельхознадзора усиливают контроль за предприятиями, занимающимися выращиванием цветочной продукции. Очень участились случаи правонарушителей, что возят под карантинную продукцию, неизвестив об этом управлении Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Штрафы мы привлекаем в основном. Проверка проходит в отношении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Штрафные санкции от индивидуальных предпринимателей от 500 до 1000 рублей, юридических лиц от 5 до 10 тысяч. Инспекторы Россельхознадзора проверяют не только на глаз. Подозрительную продукцию отправляют в лабораторию для детального исследования. И, конечно, смотрят документы. Если имеет место поставка посадочного материала из-за границы, должна быть отметка о прохождении фитосанитарного контроля. Это предприятие выращивает тюльпаны в Иванове, но луковицы поставляют из Голландии. Все документы в порядке. Почему проще легализоваться? Объясню. Потому что нам самим, как производителям, выгодно, чтобы, если вдруг у нас в партии появятся какие-то карантинные объекты, как можно раньше их выявить. Потому что, если карантинный объект появился, в теплых условиях он распространяется, ну, как вирус. Поэтому, чем раньше выявишь, тем лучше продукцию получишь. Несмотря на то, что проверить и официально зарегистрировать партию выгоднее, чем потерять ее из-за насекомых вредителей или болезней, по региону случаи выявления зараженных цветов не так уж редки. В последнее время, значит, у нас проверено более 20 партий горшечных растений и срезов цветов, продукции импортного отечественного происхождения. В том году у нас было выявлено, значит, пять случаев обнаружения. И это все переросло в то, что под карантинной продукцией, зараженной карантинными объектами, была уничтожена путем сжигания. Потребителю зараженный букет может стоить всех комнатных растений дома. Кроме того, опасные карантинные объекты могут распространиться дальше. Поэтому при покупке цветов, как в букетах, так и горшечных, не лишним будет узнать у продавца, откуда цветы и прошли ли они фитосанитарный контроль. Только тогда букет не принесет ничего лишнего, только радость. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.